А вот в этом доме живёт замечательная и добрая женщина, Апраксина Капитолина Александровна. У людей в деревне всегда была трудная жизнь, и мне кажется, особенно у женщин. И вот в одном из наших разговоров тётя Капа рассказала, как вообще трудно было людям в деревне в войну и после войны, как работали, и немножечко о себе. Вот послушайте её простой рассказ. И женщины работали в войну, мужиков мало. Вот эти старички были, так всех вот туда, в мастерскую, в город. А что, мы пошли, я и говорю, мы пошли, 4 класса кончили, пошли на синхоз. А в отрезках, в отрезках, в отрезках, такое было, кочки, с гребом измучились. А девочки, вот постарше, там Маня, Легон, Драка, пока Паршина, ой, девочки, в болото пойдёте, так там получше будет, там гладко. А в болото-то пошли, до Блёву доработались, там пиры-то большущие. Да, после дружба мы не выглебём. Вот как работали. Вот как работали. До ночи, до ночи. Уйдёшь косить ночью и придёшь ночью домой. Да. И скотина ночевала в этой кукурузе. И домой не пригоняли? Да к домой не пригоняли. У кого? Вон у нас Нинка Осипа была, загоняла нам. А у этих, вон у Веры Романова некому было загонять. Так кукурузей ночевала. У многих ночевала в кукурузе, если кому. А у нас вот спасибо Нинка Осипа, она мог бы и обед загонить, и курову загонить. А кукуруза была посеяна? Посеяна, да какая была большущая, и початки были, но не вызрели. Да ты что, не вызрели. Да, все наши, это, в село свыкосили. Ой, и сажали кукурузу. Спашут, заборонят, начертят эти, сажали по этому. По клеточкам, по клеточкам рукам сажали. Даже не трактором, а руками? Нет, руками, руками. Так тогда еще у нас и тракторов не было, и машин-то не было. Мы работали с ночи до ночи, ничего не было. И не пили, и ни золота не это, ни машин не было. Теперь не работают, и в золоте ходят машины. Да. У машин у всех. Замуж выходили, плачья ситцова было, штапель, ну и что штапель появился. Я в 55-м выходила, так уж тут штапель был. Нам в 55-м дали на Трудони по 10 рублей, так вот здесь маленькую шкапель купили, а то ни шкапель, ничего не было. Ничего не было. Ничего не было. Кровать деревянная, вся расчелявшая, в щелев клопы были. Клопы, я помню клопов. Клопы были. Утром встанем зимой, принесешь ухапку, прутья, прутья, вот это как было. Прямо через колешку вспыхнешь, вот вдруг-то вроде понесет, напихаешь, опять холодно. Встанем, и вода замерзнет. Вот как же. Но сегодня у тети Капы день рождения. Принимай наши поздравления, тети Капы. Пусть у всех свои дороги, и свои у нас тревоги. И живем своей судьбою, мы по разным городам. Только все хотим мы счастья, и здоровья, и согласия. И тепла, и мира в доме, ну а мы желаем вам. Пускай вам светит солнце, пускай легко живется. Пускай людей хороших подарят вам года. Любви большой и чистой, добра родным и близким. Мы вам желаем счастья сегодня и всегда. Пусть пройдут все беды мимо, будем небом мы хранимы. Пусть пройдут все беды мимо, пусть пройдут все беды мимо, ну а мы желаем вам. Пусть пройдут все беды мимо, пусть пройдут все беды мимо, ну а мы желаем счастья сегодня и всегда. Пусть пройдут все беды мимо, пусть пройдут все беды мимо, ну а мы желаем счастья сегодня и всегда. Пусть пройдут все беды мимо, 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 пусть пройдут все беды мимо. Мы вам желаем счастья Сегодня и всегда Мы вам желаем счастья Сегодня и всегда